Чехол для чайника Вязание будет примерно 44, но учитывая, что здесь я прихватила носик, пускай будет 43 на высоту, с учетом того, что будет загибаться на 12. Чайник пока больше не нужен. Предварительно мы всегда делаем расчет, петельную пробу. Подбираем рисунки, выбираем, что нам больше нравится и делаем петельную пробу. У меня 6 плотность, я обязательно записываю, плотность 6. И 6 рядов, 2,5 петли. Вот это очень важная информация, я всегда ее записываю на листочке, чтобы не потерять. Потому что если я буду что-то перевязывать, переделывать или вязать такой же чехол для другого чайника, мне не придется заниматься расчетами и лишнее время тратить. Так, теперь схема чайника. Рисуем. Поскольку мы с вами не шьем, мы вяжем, нам все гораздо-гораздо проще вязать будем в виде прямоугольника. Вот здесь вот 43 см, вот здесь 12 см. Это общие размеры нашего прямоугольника. В принципе, можно вот этим и ограничиться, связать вот такой прямоугольник и все. Можно связать прямоугольник проще, как в основном вяжут. Вот 22 ширина от носика до ручки и вот такой огромный мешок. Но мы будем делать чехол на чайник, которым можно пользоваться в процессе чаепития. Чтобы нам не приходилось каждый раз снимать этот мешок, надевать, мы укутаем чайник так, чтобы нам можно было и долить кипяток, и взять за ручку и налить чай. Поэтому чайник будет полуоткрытый, носик, ручка и крышка будут в доступности. Поэтому делаем немножко по другому принципу. У нас чайника внизу узкое достаточно место и заужение требует верхняя часть тоже. Сюда мы встанем резиночки, поэтому для резинок мы делаем место вставления резинки. Делать будем простым подгибом. Подгиб полтора сантиметра сверху, полтора снизу. Можно связать с отверстием. То есть вот здесь посередине мы делаем разрез и вяжем по отдельности два полотна, чтобы меньше швы было. А можем связать два полотна по отдельности и просто сшить их вот в этом месте, потому что здесь везде у нас будут разрезы. Это уже на ваше усмотрение. Если у вас машинка с нитеводом, вам одновременно две части не связать, поэтому по-любому придется делать две части. Так гораздо проще. Поэтому упрощаем себе жизнь. Вяжем две одинаковых детали. Получается 43 делим на 2. Это 21,5 на 12. Из них из 12 3 сантиметра у меня уходит на подгибы. Получается 9. Считаем по петельной пробе. Берем калькулятор. 21,5 умножаем на 2,5 петли. 53. 53 петли. Сейчас будем исправлять это все не окончательно. 9. 9 умножаем на 6 рядов. Само собой 54 ряда. 1,5 и 1,5 простой гладью пойдут. Я знаю, что у меня 4 и 3, поэтому по 6 рядов. 6 рядов здесь, 6 рядов здесь. Умножаем на 2. То есть подгиб двойной. Поэтому так умножить на 2 и 6 рядов умножить на 2. Итого, что мы с вами вяжем. 53 петли. Но у меня аэропорт 10 петель. Я хочу, чтобы шва не было видно, чтобы рисунок продолжался как бы единым полотном. По крайней мере, вот на нижней части, где будет шва, не это важно. Поэтому беру 50. 3 петли в таком большом объеме ничего не изменит. Значит набираем 50 петель плюс 2 краевых. Обязательно, поскольку у нас будет сшивание. С этой стороны мы тоже немножко сошьем со стороны ручки. Поэтому сшивание обязательно будет. 2 краевых, которые не будут участвовать в работе. Отлично. Провязываем 12 рядов гладью. Это у нас подгиб. Подгиб. Подгиб простой. И после этого вяжем 54 ряда рисунок. И еще 12 рядов подгиб. Вот такая схема вязания у нас будет. 50 петель набрали, провязали 54 ряда, все закрыли и будем сшивать. Есть еще вариант связать со стороны ручки очень хороший рубчик. Можно делать, можно не делать. Уплотнительную такую планочку для того, чтобы было красиво. И со стороны носика, и со стороны чайника. Очень будет интересный вид. Тогда надо посчитать, какую длину мы будем вязать эту планочку. Потому что она до самого верха нам будет не нужна. Где-то... Ну, сантиметр. То есть 6 рядов. До 6 рядов. Мы будем... Мы будем... Так. Вот. Трех. Здесь вот. От начала до начала ручки. И... Здесь вот ручка. Полтора и полтора. На 6... 9 рядов вяжем. Просто рисунок. Потом добавляем рубчик. Подгибчик. Вяжем до... 54 минус 6. 48 рядов. И... Рубчик. И 6 рядов вяжем простой вязкой. После этого делаем подгиб. Сейчас мы с вами будем вязать. Вы все это увидите. Могу здесь даже. Так. 9 рядов рисунок. Так. Потом... 40... Справляю. 48 рисунок с рубчиком. И... 6 рядов просто рисунок. Вот. Подкорректировали немножко. Сейчас по этому вот странному с вами расчету мы свяжем чехол на чайник. Рисунок можно взять абсолютно любой. Я покажу вам этот рисунок, который мы будем вязать. Но его можно взять у нас на сайте Изба вязания в бесплатном разделе узоры. Пожалуйста, заходите, выбирайте любой рисунок и можно приступать к вязанию. Так. Вязать я буду пряжей акрил. Детская новинка. Пихорка. Очень эластичная. И для таких вещей вполне подходящая. Это не шерсть, это акрил. Не колтушится. Легко стирать, если что-то испачкается. И стоит не так дорого, можно всегда перевязать. Берем, делаем набор. Удобным способом я буду делать обвивом. Если у вас машинка с нитеводом, с грузиками, обязательно вспомогательную нитку. И после этого уже только основную нитью вы будете вязать. Оставляем ниточку подлиннее, потому что она у нас пойдет на сшивание. И делаем начало вязания удобным для вас способом. Лучше или обвив, или открытые петли. Потому что мы будем делать подгиб и навешивать эти петли на иголке. Итак, здесь я использую обвив. То есть снизу вверх, сверху, снизу вверх, снизу вверх. Обвиваю каждую углу до конца. И после этого по нашему с вами расчету провязываю 12 рядов. На такой, достаточно удобной для машинки плотности. Вязать всегда нужно на удобной для вашей машинки плотности. Тогда она не будет нам мешать, она не будет сбрасывать петли. И будет легко провязывать любое вязание. Обязательно подбирайте плотность, подходящую именно вашей машинке. Итак, мы по нашей схеме набрали 50 петель плюс 2 крыльевых. И того мне 52 петли. Причем на любой машине у меня есть серебряные платинки, десятки отмеряющие. У вас либо платинки, либо цифрики стоят. Это просто очень удобный вариант такое отмеривание. Очень удобно. Поэтому набрали 50. И однако краевые выходят за десятки. То есть краевые петельки, они идут как 21 и 31 петля. Лучше делать так, ну конкретно для этого рисунка. Если вы вяжете другим рисунком, то вам совершенно не важно в каком месте у вас находится вязание. Тем более, что как правило мы выбираем нулевую отметку как середину вязания. В данном случае я сделала не посередине, не симметрично. Именно из-за того, что мне нужны четкие десятки для вязания моего рисунка. Так я вяжу подгиб 12 рядов. Завязали узелок. И 12 рядов провязываем. Провязали 12 рядов. Для подгиба более чем достаточно. Теперь начинаем надевать на иглы протяжки. Либо протяжки, либо открытые петли, которые у нас с вами были внизу. Их очень хорошо видно. Использовать для этого лучше. Можно декер. Это вот такая вот петелечка такая. А можно иглу. Кстати, вот такая вот декер с иглой. Шильца называется. Универсально. Использовать можно для абсолютно любой машинки. Приобрести их можно у нас на сайте. Потому что почему-то современная машина не комплектует такой полезной вещью, как шильца. А она помогает в очень-очень многих операциях. И до конца надеваем петельки на иголки. Надели петли на иглы. Провязываем соединительный ряд на плотности посвободнее. Один рядок. Для того, чтобы сбить это уплотнение. И спокойно начинать вязать уже наш рисунок. Делаю шестую плотность. Вязала на пятый. Ставлю шестую. Провязываю один ряд. Все. И начинаю вывязывание рисунка. Теперь я вяжу до сорока. Так. Не-не-не. Теперь я вяжу девять рядов. Просто рисунка без всего. То есть просто вяжу рисунок. Девять рядов. После этого начинаю делать бортики. Красивые бортики. Чтобы мне не пришлось делать отделку там, где у меня будет носик и ручка. Потому что мне придется либо планочки ввязывать, либо как-то обвязывать. Я это делаю все одновременно. Итак. Девять рядов. Ну, хорошо. Десять, чтобы больше закончить рисунок. Десять рядов вяжу рисунком. У меня рисунок самый простой. В любом случае, когда мы вяжем любые рисунки, любые вещи, абсолютно все равно какие. У нас вот эта краевая петля, которую мы взяли на сшивание, в работе участие не принимает никогда. Эта петля сама по себе, она не участвует ни в каких операциях. Она идет на сшивание внутрь, наизнанку. Поэтому и эту петлю я не трогаю. Я беру две следующих. У меня есть такая вот линейка. Два к шести. То есть шесть игл. Две иглы шесть. Две, шесть, две. Если у вас нет такой линейки, берите любую другую. Если у вас наборная, набирайте как вам удобно. Принцип работы я вам сейчас покажу. А рисунок вы выбираете абсолютно любой. Ориентироваться буду вот на эту часть. То есть как пойдет дальше рисунок, мне не важно. В каком именно месте у меня выдвигаются иглы дальше, мне важно вот эта вот первая часть. Потому что вот эти две иголки я буду двигать до десятки и обратно. А как стоят остальные иголки, хоть через иглу, хоть через две, не важно. Мне главное вот эта вот часть. И теперь я провязываю вот этой же зеленой ниточкой четыре ряда. Очень важный момент. Если у вас машина имеет рычаги на каретке, отключите частичное вязание. Просто отключите на двоечку, ставьте, отключайте частичное вязание. Но иначе поставят иглы в работу и рисунка не получится. Четыре накида возьмет любая машинка. Если не берет четыре, берите два. Рисунок будет гораздо проще, но он тоже будет. Если машинка не хочет. Но в любом случае, когда вы будете делать расчеты для петельной пробы, вы будете вязать образцы. Берем вторую нить. Ставим все-все иголки в рабочее положение. Можете включить рычаги, можете сделать это руками, чтобы не дергать машинку каждый раз. Два ряда на всех иголках провязываем. Закреплю сейчас ниточку. Так, у меня вот эти иглы были в переднем положении. Беру следующие две. И оптом выдвигаю следующие две иглы, как встану. Так, опять такой момент. У меня выдвинулась игла последняя. Она выдвигаться не должна. Она в работе участия не принимает никогда. Поэтому, если она выдвинулась по рапорту, ставлю ее обратно и провязываю. Эти иглы краевые в работе участия не принимают. Зеленые. Четыре ряда. Раз, два, три, четыре. Так, у меня 10 рядов. Теперь я должна вывязывать косичку. Причем косичку с двух сторон, потому что у меня у чайника и ручка, и носик. Как я буду вывязывать косичку? Начну с этой части. Поскольку нитки будут все время меняться, это полосатое вязание, добавляю. Сейчас буду вязать желтый. Поэтому желтый и добавлю. У меня была вторая. Ставлю все в рабочее положение, потому что четыре ряда провязаны. Следующие должны идти. Выдвигаю две иглы. Трех петель вполне достаточно для той операции, которую я собираюсь вязать. Рычаги частичное вязание отключить. Выдвигаю их всех вперед. Вот три иглы. Видите, вот у меня рисунок начинается отсюда. Три иголочки у меня получаются сверх рисунка. И выдвигаю их в переднее нерабочее положение, провязываю один ряд на всех иглах. Ставлю их в работу. Перехожу на вторую часть. Здесь у меня одна игла, добавляю еще две. Делаю набор. Оставляю их в переднем нерабочем положении, провязываю ряд с одной стороны. Иглы получаются выдвинуты, со второй в рабочем положении, провязываю ряд. Раз, два. Теперь самое главное не запутаться, потому что эти иглы, которые у меня идут с правой стороны, идут в работу. Иглы с левой стороны, три, выдвигаются вперед, независимо от того, какой рисунок, что я вяжу. Они будут по очереди выдвигаться. Поэтому теперь у меня идут вот эти две петли, вяжу рисунок, не трогая три иглы, которые у меня остались. Они вообще не принимают участие в рисунке. И обвиваю вот эти три иголочки, на них идет большой-большой накид. Вот те иглы, которые стоят у меня, эти три иголочки стоят впереди, иголочки справа работают. Провязываю четыре ряда. Раз. Три иглы вперед, три иглы в рабочее положение. Эти в переднее, эти в рабочее. Так, обвила здесь, провязываю здесь. Два. Меняю местами. Три сюда, три в работу. Обвила здесь. И эти туда, эти вперед. Четыре. Рисунок. Так, ставлю все в рабочее положение. Сейчас буду вязать желтенькое, независимо от того, какой ниточкой я вяжу. В переднее положение три иглы. Так, чуть хвост не взяла. Два ряда на всех иглах желтой. Раз. С этой стороны в работу. С правой стороны в переднее положение. Два. Эти в работу, эти вперед. Продолжаем рисунок. Вот эти петельки теперь. Так, выдвигаем. Берем зеленую ниточку. Зеленой ниточкой делаем обвив на стаече впереди иголках. Обязательно. Здесь обязательно должен быть накид. Провязываем. Раз. Эти вперед, эти назад. Два. Меняем местами. Три. Четыре. Что это такое мы с вами делаем, вы увидите, когда снимем полотно с машинки. Вы посмотрите, что мы с вами сделали. Такой чудный ролик, который уже является отделкой. Ничего больше отделывать не нужно. Так. Рабочее положение все иголки. Эти вперед, те назад. На всех иглах провязываем желтым. Раз. Меняем местами. Два. Меняем местами сразу, чтобы не забыть. И теперь две последние иголочки. И так далее. Вот сейчас я провяжу. Так. Ладно, провяжу. Раз, два. Поменяли местами. Поменяли местами. Каждый раз не забывайте. Сначала тяжело, потом привыкайте. Четыре. Все. Эти в работу, эти вперед. Так. Три-четыре. На всех иголках. Само путаю. Два ряда. Желтенькой. И в обратном направлении будут двигаться с рисунком. Можно начинать заново. Так. Раз. Два. Все. Поменяли местами. Теперь в обратном направлении были вот эти иголки. Ставлю вторые. Можно назад. Можно начинать заново вот так вот движение. Это уже на ваше усмотрение. Таким вот способом. Либо каким-то другим рисунком. Вяжем до 48 рядов. После этого без этих выдвиганий вяжем 6 рядов. И делаем подгиб с верхней стороны. Смотрим, что у нас получилось. 54 ряда на счетчике. Вот такая вот конструкция. Как раз узор. Можно было повторить его дважды. Было бы тоже интересно. Итак. Со стороны ручки. Я не стала... Я сделала вот этот подгибчик наш. Видите, он уже вырисовывается. Его уже видно. Он загибается. До конца. До верхнего подгиба. Со стороны носика я сделала, как мы и рассчитывали. Вот эти вот. Частично подгиб будет. Остальное зашивается сверху с ними. 54 ряда провязала. Теперь делаю подгиб сверху. 12 рядов провязываю на всех иголках. Причем первый ряд, поскольку мы будем надевать протяжки от него, делаю посвободнее. Даже я буду вязать на пятой плотности, ставлю 6,5 на один ряд. Сразу меняю плотность на пятерку. Ряд раз отметила. И еще 11. 1, 2, 3 и так далее. 12 рядов верхней подгиба. Начинаем надевать петли. Тот ряд, который мы с вами провязали, очень свободно. Вот он хорошо виден. Протяжки на желтеньком фоне отлично видны. И поскольку ряд свободно провязан, легко надевается. Видите? Очень хорошо все видно. Чем мне нравится изнаночное полотно в этом плане, то этот петельный ряд, он очень хорошо виден. Ну, естественно, если нет какого-то сложного рисунка. И даже если бы не было цветной нити, разделяющей вязание, все равно было бы видно, что мы с вами тут надеваем. Так, надеваем до конца протяжки первого ряда из 12 на иголки. И просто закрываем вязание удобным, любым удобным для вас способом. Я закрою косичкой, вот этой же рабочей ниткой, просто полотно. Не буду ничего провязывать. Вот так вот оба полотна и закроем одновременно. Закрываю косичкой. Беру крючок, делаю петельку на первой петле и закрываю все петли. Первая деталь у нас связана. Нужна вторая деталь. Абсолютно такая же, но желательно ее делать в зеркальном отражении. Все то же самое, только наоборот. Если мы ввели рисунок с этой стороны, то теперь мы поведем с обратной стороны. То есть все делается то же самое, но в зеркальном отражении. Вот для этого нам всегда нужны записи, чтобы не запутаться. Если вы ничего не записали, то вы, скорее всего, и не запомните, как вы это все делали. Более того, первая деталь, когда мы вяжем такие вот вещи, которые не особо скрупулезного вязания, скажем так, требуют, можно фантазировать в процессе вязания. То есть менять рисунок, менять какое-то направление вязания, менять цвета, менять вообще все, что угодно. Можно вязать меньше, можно больше. Это чистая фантазия, от этого изделия хуже не станет. Но, если нам нужна будет еще одна деталь, иногда не одна, иногда их несколько, точно записывайте, в каком ряду, что вы делали, сколько петель, сколько рядов, какие цвета. И тогда вы без проблем свяжете все симметричные детали. Они у вас будут абсолютно идентичны. Если же вы будете пренебрегать записями, восстановить количество петель и рядов, конечно, можно, но это потребует очень большого времени, вы будете сидеть и высчитывать количество рядов петель, зачем это нужно. Потратьте секундочку на то, чтобы все это записать. И гораздо быстрее у вас получится закончить ваше изделие. Так, закрываем наше изделие до конца и вяжем вторую такую же симметричную деталь. Две симметричные детальки готовы. Осталось их сшить. Складываем лицом к лицу. Главное не перепутать, где вверх, где вниз. Все верно. Детали симметричны. Складываем. И сшиваем. Сшивать можно иголкой, можно крючком, как удобно. Вдеваем нить в иглу и сшиваем плотным-плотным швом. Кстати, чтобы быстренько вдеть нить в иглу, не надо долго мучиться. Берете катушечную ниточку, продеваете в ушко. Это может продеть кто угодно, потому что достаточно широкое ушко для нитки. Образовавшуюся петельку, шерстяную нить и потянули. У вас нитка в ушки иголки. Очень простой, удобный способ. Особенно для людей с плохим зрением. Скололи все. И сшиваем до нашего рулика. Рулик мы оформим после того, как сошьем. Сейчас я не буду его оформлять, мы его сошьем попозже. Здесь сшиваем. С одной стороны мы можем сшить до конца подгиб, а с другой сшиваем только с лицевой стороны. Нам нужно будет отверстие для того, чтобы продеть шнур или резинку, или чем мы будем стягивать наше донышко и верхушку. И здесь. С одной стороны зашиваем до рулика, и с другой стороны зашиваем до нашего связанного рулика. Любым удобным для вас способом. Можно крючком, можно иглой. Как деть ниточку быстренько, я вам показала. Сшиваем изделие. При этом самое главное, это его правильно сколоть. Потому что если вы на глаз будете сшивать, проблем могут быть, рисунок может не совпасть. А так у нас абсолютное будет совпадение. Рисунка мы в процессе скалывания совмещаем все горизонтали. Это обязательно. Иначе смысла не было подбирать так рисунок, чтобы он был абсолютно одинаковый двух сторон. И после этого уже совершенно спокойно мы можем все сшить. Любое изделие сшиваем обязательно с булавками. Без скалывания ничего не делается. Потому что на глазок не было еще такого, чтобы получилось ровно. У вас получится с одной стороны туго, с другой рыхлый. Перекос будет однозначным вязанием. Совмещаем все горизонтали. Оставляли мы ниточку длинную, можно ею и сшивать. Пройтись по делу не ту нитку. Вот эту ниточку вдеваете в углу, как я вам уже показала, и зашиваете до ролика. Так с двух сторон. Зашили. Два отверстия для носика, для ручки. Теперь убираем все нитки. Завязываем завязанные все узелки. Соединяем между собой. Завязываем и убираем шов. Чтобы у нас нигде ничего не торчало, не распустило случайно в процессе эксплуатации. Потому что будет натяжение. На вот эти места в процессе надевания начальник, мы достаточно туго все это связали, может иметь желание распуститься, разорваться. Чтобы этого не произошло, надо как следует связать. Связать хвостики. И вот хвостики, которые мы оставляем в конце, я сейчас не убираю. Я убираю те хвосты, которые мне не нужны. Убрать их можно прямо подгибы. Они вообще никогда не будут мешать. Подгиб раз. И подгиб поближе к ниточке. Два. Натянули, лишнее отрезали, все, ниточки нет. Те места, где мы не можем брать подгиб. Убираем шов. Вот у нас. Так вот эта ниточка мне понадобится. И одна из этих понадобится. Вот эту вот сейчас уберем в шов. Просто берете шов. По верхнему краю, чтобы не залезть на лицевую сторону. Так вот. Пару раз пройдитесь. Пройдитесь. Туда вытащили. Сюда вытащили. Если нитки, вот такие, как у меня, акрил, не скользкие, этого достаточно. Если нитки очень скользкие, но мало есть чего вы вяжете, тогда несколько раз прошли, завязали узелок и еще пару раз. Никуда не денется. Хвостики. Все хвосты, которые можно убрать в подгибы, мы всегда убираем в подгибы. Это самое лучшее место прятать. И вот теперь, что касается вот этих подгибов. Теоретически они уже готовы. В общем-то, они достаточно хорошо свернулись сами. Видите, они держатся. Если же они у вас отходят, вот как-то рыхленько, достаточно ведут себя. Вот здесь у нас остались протяжки. Мы просто делаем по ним косичку. Этими протяжками связываем косичку. Все, наш подгиб идеален. Он очень плотно прилегает к вязанию. Так, сейчас до конца дойдем с одним подгибом. Покажу, что делать дальше. Идеальный абсолютно подгиб. Абсолютно готовый, плотно-плотно прилегающий к вязанию. И ничего больше делать не надо. Такой метод подходит не только для чайников, но и для кофточек, для свитерочков, если есть какие-то планочки. Для всевозможных вот таких вот мелких отделок, когда не знаешь, как оформить край. Потому что, так, вот у нас осталась последняя петелька. Видите, четко, плотно, вот здесь вот все идеально. Загибается внутрь. И абсолютно плотно, вот просто вшито в изнанку. Ничего нету. Отличный способ. Здесь у нас остались ниточки. Вы к этой ниточке просто продеваете через нее, завязываете узелок. После чего ниточку прячете в этот же самый подгиб, который мы с вами только что сделали. В рубчик. Спрятали. Лишнее отрезали. Идеально, ровно, чисто, красиво. Ничего не надо больше делать. Отлично выполнена отделка. Не надо ничего больше придумывать и никак пришивать ничего. То же самое делаем со второй стороны. Привязываем наши подгибы. После чего берете резинку. Если нет резинки, можете просто рабочей ниткой. Измеряете ширину донышка. Вот так вот как-то будет. Вот. Отрезаем. И вот эту ниточку вдеваю в нижний подгиб и связываю. У меня будет оформленное дно. Мы можем надевать на чайник. И нижняя часть будет уже стянута. Поэтому донышко у меня с этой стороны. Есть вот такое вот приспособление. Для вдевания резинок, извините, конечно. Если нет такого, берете простую английскую булавку. Все, как делали всегда. Зажали. Вот. И продели. Главное не упустить ниточку. Вот. Так оно присборится. Завязываем узелок. Можно, конечно, делать не так, чтобы оно очень плотно сидело. Вот. Завязали. И ниточку. Выпустили куда-нибудь в сторону. Все. Главное равномерно. Так вот будет донышко стянуто. Резинка, конечно, лучше. Но можно обойтись и веревочкой. Так. С верхней частью будет то же самое. Только мы вдевать будем к лица. Я оставила технологическое отверстие. К лицевой стороны. Вот оно. Здесь у меня лицо. Видите? И вот это вот отверстие. И я в него вдену шнур. Отверстие со стороны ручки. Потому что если оставить со стороны носика, мы будем наливать чай. И наш шнурок или ленточка будет подать в чашку. Это ни к чему. Поэтому с лицевой стороны надеваем какую-нибудь ленточку. Ленточку. Опять же, резинку можно вдеть. И ничего не придумывать. А можно вот так же, как я, вдеть просто шнур. Связанный с самым обычным способом. Любой абсолютно шнур, подходящий по расцветке. И затягивать этот шнур можно уже после того, как вы надели чехол на чайник. Потому что... Потому что... Иначе он будет мешать надевать нам... Можно мешать надевать этот чехол на чайник, Когда мы будем готовиться к чайнике. Вот так вот. Осталось. Надели и по месту затянули. Завязали бантик. Все. Сейчас наша задача просто убрать нитки. Подшить подгибы, рулики. И практически наше изделие готово. Можно дошить цветочки. Если хотите, можно надвязать верхнюю часть крышку. Но я думаю, что наш чайник и так очень красив. И для чаепития вот этого... Этой защиты от охлаждения чайника будет вполне достаточно. Добавляем цветы и любуемся нашим произведением. Вот если не добавлять цветы, Если оставить все как есть, то что у нас получилось. То есть снизу, благодаря стяжке, у нас все плотно по чайнику. Носик, ручка мы можем брать, даже поддерживая за бачок чайника наливать. Можем долить кипяток. Веревочки, стяжки у нас со стороны ручки. Как я уже говорила, если они будут висеть впереди, они будут попадать в чай. И для чего еще эти веревочки? Почему я не завязала плотно? Потому что по-другому мы наш чайник не вынем из чехла. Внизу у нас плотная стяжка, сверху у нас стяжка вот такая вот. Достаточно вольная. Поэтому надевать чайник надо сверху. Так надели, подправили дно. Затянули верхнюю часть. Все, чехол готов. Из абсолютно любой пряжи, можно использовать остатки, у всех их много, можно сделать полный комплект. Чашечка, чайник и несколько чашек. Их можно держать руками и не обжигаться. Очень необычно и красиво. Такой комплект можно сделать, даже если у вас разные чашки, никто не догадается. Вот так украсить дачный сервиз можно. А если добавить цветы, то просто неотразимая, незаменимая вещь в хозяйстве. Особенно, как и гружная дача на природе.